В который раз я приветствую вас на канале «Строим дом своими руками». Хоть и зима входит в свои законные права, но у меня остались определенные дела, которые я должен выполнить перед собой, перед семьей и перед своей мечтой. А мечту мою вы знаете – это максимально быстро въехать в свой замечательный дом. И как говорит одна мудрая пословица, если ты хочешь чего-то добиться в этой жизни, то надо просто идти к своей мечте, не оборачиваясь ни на какие мелочи. Другими словами, да осилит путь идущий. И сегодня у нас с вами задача – начать уже делать теплые полы. И, разумеется, это должно быть правильно по науке, правильными теплоизоляционными материалами и так далее. Я думаю, что уже стоит передвигаться потихонечку в дом, там я вам более наглядно все расскажу. Дом я построил не за один год. От различных моих телодвижений с бетоном на полу осталось очень много включений. Их надо все удалить перфоратором. С этого мы и начнем. Поехали! Прохожу весь периметр дома и срубаю специальной насадкой все возможные наплывы бетона и торчащие камни. Моя задача – подготовить плоскость пола, сделать его максимально ровным. Пройдя этот этап качественно, я облегчу работу по укладке экструзии в дальнейшем. Следующей задачей будет хорошенько прибраться на рабочем месте. Поэтому сейчас я уберу весь мусор. Щетка для уборки бетонной пыли – не лучшее решение. Она его только поднимает. Для этой цели отлично подойдет строительный пылесос. Ну вот мы и готовы к работе. Напомню, теплые полы у меня будут находиться в подвале на первом этаже и на втором этаже в санузле и в коридоре. Я очень долго выбирал экструзию, которой я буду застилать свои полы. Цокольный этаж под землей – 50 мм. Цокольный этаж над землей – 150 мм. Утепление консоли, утепление отмостки, утепление септиков. И на этот раз я не стал изобретать велосипед. Вот здесь специально для вас я расположу технические характеристики на уникальный материал – техно-николь карбон-эко. По ним вы можете определить, подходит ли вам именно этот продукт для утепления полов или выбрать что-то другое. Но лично я выбрал его. Итак, мы убрали все наплывы, которые только возможны. Пропылесосил полы и теперь пришло время наклеивать демпферную ленту. Но для того, чтобы это сделать, я должен сначала отстрелять линию приклейки. Для этого мне поможет лазерный уровень, как обычно. В видео про дверь мы с вами уже заливали уровень пола, который у нас будет являться нулем. И сейчас от него я и делаю линии по лазеру. Ну, это, конечно же, не так, чтобы прям уникально точно. Это должно быть просто для понимания картины, потому что все равно основная пристрелка моих полов будет проходить по направляющим. Поэтому сейчас моя главная задача, чтобы демпферная лента просто не опускалась ниже этой линии. Я не знаю, может быть, я совершил ошибку, но я взял демпферную ленту без самоклеивающегося слоя. Я очень долго придумывал, как бы ее приклеить. У меня родилось в голове три варианта. Первая – это самоклейка Технониколь, которая проклеивается сначала по стене, а на нее потом клеится лента. Таким же образом я клеил пароизоляцию на свои стены. Помните в видосе про потолки. Второй вариант – это попробовать пристрелять на скобы. И третий вариант – попробовать это припенить. То есть пройтись пеной монтажной, подклеить, и она будет аккуратненько держаться до момента, пока я не начну заливать полы. Попробую все три варианта и расскажу вам. Или попробую один из них, который будет самый удачный, он и останется. Делаю отметки по лазерному уровню на оставшихся стенах. Итак, ну что, попробуем клеить демпфер на скобострел, на степлер. Сейчас все станет понятно. Не, плохо. Если немножко поддавливать, то где-то он фиксируется. Если учесть то, что мне это надо сделать временно, потом это зальется бетоном, то, наверное, степлер меня устроит. Ну, в подвале я попробую сделать это на пену. Посмотрим. Лучше всего это делать с защитой. Мои боевые наколенники не раз выручали в подобных задачах. Скоро я вам покажу, где будет находиться кухня, остров. Смотрите до конца, будет интересно. Итак, ну что, пришло время клеить экструдированный пенополистирол к полу. Клеить. Совсем забыл, что технология укладки экструдированного пенополистирола предполагает свободную раскладку по полу. То есть, его не нужно никак фиксировать к покрытию. Но в моем случае, в некоторых местах, где у меня есть проблемы, я буду его подклеивать. Да простят меня мои зрители. Мне еще стелит 250 квадратов. Поэтому, пожалуйста, напишите в комментариях, друзья, вы фиксировали к полу как-то или просто разложили. Ну что, первый листик укладываем. Кстати, еще с момента, когда делал отмостку, эти мешки я везде использовал под мусор. Если очень аккуратно изъять из них экструзию, то они пригодны для сборки легкого мусора. Я их никогда не выбрасываю. Вот и все, целый мешок. Пригодится. Ну а мы едем дальше. Пока все идет в штатном режиме. Веселье начнется чуть позже, когда ландшафт пола сменится на бугры и ухабы. Очень порадовала геометрия стен зала. Углы ровные. Видимо, 6 лет назад я внимательно подошел к укладке первого ряда блоков. Подрезать лист по размеру можно и без рулетки. Достаточно лишь перевернуть его наоборот и отмерить линию обрезки. Встает как влитой, но это при условии, что у вас ровные стены. В какой-то момент я наловчился резать экструзию ногтем. Без помощи ножа. Говорят, обычно это умение приходит на 500-м уложенном квадрате. За годы моей стройки я уже давно перемахнул эту цифру. Зал почти закончил. Решил временно сложить сюда все материалы для будущих выпусков. Так сказать, спойлеры. Если с сеткой все понятно, она куплена для теплого пола, то к влагостойкой 18-й фанере есть вопросы. Подсказка. Эти три листа куплены для детей. Что же такое задумал для них папа? Пишите в комментариях ваши идеи. В работе с экструзией важно соблюдать лишь несколько правил. Работа будет идти весело и непринужденно. Начинать стелить пол удобнее с правого верхнего угла. И стараться не оставлять щелей между листами. Чтобы уложенные листы не сдвигались, я прижимал их упаковками и другими увесистыми предметами. По мере продвижения вглубь дома периодически следил за тем, чтобы было чисто. Ведь любой попавший под покрытие кусочек экструзии или бетона непременно даст о себе знать в процессе дальнейших работ. Середина дома. 50 квадратов прошел на одном дыхании. Работать с экструзией реально в удовольствие. Полы становятся светлые. Дом преображается. Становится как-то даже уютнее. Скоро я покажу вам более целостную картину. И вы со мной согласитесь, я уверен. Плавно подходим к сложному участку. Так, ну вот показываю пример места, где я 100% не могу подсыпать, потому что это не поможет. Здесь выперло, а не впукло. Поэтому здесь я делаю монтажную пену. Сейчас придавлю. И после того, как это захватится все, я еще грибами это присажу к полу. Я понимаю, что это не по технологии, но у меня другого выбора нет. На пену и на грибы. Реально сложный участок. Вымерил листы для обхода колонны, приклеил на клей пену. И временно придавил ящиком с инструментами. Согласитесь, с белыми полами визуально наша избушка стала смотреться просторно. Возьму это на заметку для дальнейшего дизайна интерьера. Получается просто шикарно. Но есть один момент, который мне не совсем нравится. Все-таки экструзия немножечко гуляет. Грибы, грибы, а по-другому никак. Я понимаю, что я должен был взять песок, рассыпать его по территории и разровнять все это. Но не лежит у меня душа каким-то сыпучим материалом. Я пропылесосил досконально. Убрал всю пыль с пола. Думать головой, что у меня где-то под экструзией находится песок, мне было бы неприятно. Не знаю, это лично мое мнение. Может быть оно ошибочное, но грибы. Я хочу их использовать немного. И поэтому я думаю, что лишним это действительно не должно быть. Давайте сейчас продолжим, а потом я еще расскажу важные моменты. Все своим чередом. Подкрутил на степлере силу удара. И он стал отлично пробивать штукатурку. Как временное решение, пойдет. В любом случае, дальше я поддавливаю ленту экструзией, а позже бетонная стяжка прижмет демпфер уже на века. Как вы, наверное, заметили, у нас немножечко изменился дизайн веранды. Да, я вынес мебель из кухни. Потому что сейчас нужно будет заниматься именно этим помещением. Я не делал уточнение, но должен об этом, наверное, рассказать. Экструдированный пенополистирол для укладки под теплые полы начинается от 3 сантиметров, если под вами находится отапливаемое помещение. В моем же случае, да, подвал будет отапливаться, но у меня есть проблема, о которой я уже вам говорил. Это большая терраса, которая будет нещадно забирать тепло из дома. Также веранда с той стороны. На втором этаже тоже будет забирать тепло из дома. Поэтому я решил использовать калибр более 3 сантиметров. В подвале я тоже буду делать пятерочкой. Сегодня же наша задача с вами закрыть 110 квадратов. Ну, если останется время, то займемся подвалом. Как я уже говорил, у нас будет кухонный уголок. Он будет очень большой на самом деле. Начинаться от этого угла, поворот и над окном. В том углу у меня будет стоять холодильник. Здесь же мы решили немножко помодничать и поставить остров. На острове будет у нас плита. Она будет электрическая. Поэтому мне нужно будет вывести здесь три фазы. Где конкретно, мы узнаем с вами позже. Когда я сейчас закончу с комнатами и начну расчерчивать под мебель. Для чего это нужно? Все просто для того, чтобы в дальнейшем указать, где будут теплые полы, а где их не нужно. Так как мы с вами знаем, что теплые полы раскладываются на открытых участках. Там, где будет точно стоять мебель, теплые полы не делаются. Там, где у вас будет диван, который, возможно, будет переставляться, теплые полы стоит сделать. Сейчас я допинаю коридор и захожу в комнату. И начинаем здесь работать. Видите вон то отверстие? Я думаю, вы его видите, да? Здесь у меня из подвала будет выходить горячая вода и отопление бани, которая пойдет на улицу в дальнейшем. Это оптимальный вариант, где можно было выпустить гильзу. И в ближайшее время мне нужно раскидать все трассы радиаторов. Друзья, если вы мне поможете, я буду бесконечно благодарен. Я в каждом своем видео говорю одно и то же. В подвале у нас только теплые полы. Мы ушли от радиаторов благодаря вам. На первом этаже у нас теплые полы. И вот по какой системе сделать радиаторы, у меня до сих пор стоит вопрос. Первый вариант – это коллекторно-лучевая система. То есть мы вешаем коллектор в туалете, в санузле. И от него раскидываем лучи до каждого радиатора. Второй вариант – я кидаю петлю тихельмана по всему периметру. И третий вариант – это либо ленинградка, либо ваш совет. Но у меня сейчас идет 50 на 50 между лучевой системой и петлей тихельмана. Помогите мне на какую-то сторону уже передвинуться. Потому что в самое ближайшее время я буду заниматься уже прокладкой трасс. Я не могу сейчас закрыть это гидроизоляцией, не могу положить сюда сетку. Потому что у меня просто не решен вопрос с отоплением. Ведь трассы под радиаторы будут идти как раз в полу. Я буду вырезать под них дороги прямо в пенополистироле. А сверху уже ляжет сетка, и на нее будут вязаться теплые полы. О них я тоже очень много чего прочитал и готов делиться информацией. Ну, хотя, честно говоря, по теме отопления помогаете больше вы мне, чем я кому-то что-то рассказываю. Но, с другой стороны, я выстрадаю с вами вместе эту систему отопления. Поживу в ней, расскажу о ней. И, возможно, потом кто-то эти серии уже возьмет себе за основу для установки отопления в большом доме. Потому что я буду честно и досконально рассказывать о том, как я это сделал. И как это работает. Давайте не будем отвлекаться, времени мало. Поехали. Универсальность раскладки листов XPS поистине восхищает. С 19 пачек, которые были уложены на пол, у меня в обрезке вышло не более одной пачки. И та пойдет вставками на оставшиеся этажи, либо на утепление септика бани. В общем, безотходный продукт. Все дело в том, что на любом его оставшемся клочке можно легко нарезать замок, и он идет в дело. Это очень удобно. Действительно, на ровных площадках даже не приходит в голову пользоваться пеной или дюбелями. Вот именно об этом и говорит производитель. Подготовьте основание правильно, и у вас не будет никаких проблем с укладкой экструзии. Итак, я примерно накидал. Здесь указано, как будет стоять мебель, и указано, как будет лежать сетка. Сейчас я хочу это же самое перенести на пол. Еще у меня будет вот здесь диван находиться, но он будет постоянно перекладываться из стороны в сторону, о чем я уже говорил. То есть непонятно еще, где он будет находиться, и как он будет конфигурация расположения. Потому что, может быть, мы этот угол займем когда-нибудь, может быть, этот когда-нибудь. То есть мы так делаем обычно в городской квартире. Поэтому здесь утепление будет, теплые полы везде. А мебель, которая будет стоять стационарно и всегда, это вот этот шкаф, встроенный в комнату, и кухонная зона, холодильник, и угол, и остров. Так, переношу это на пол. Оптимальное расстояние между зоной приготовления и острова метр двадцать. Из этих цифр я исходил, делая расчет размеров. Отступим от стены 60 сантиметров на кухонный гарнитур и метр двадцать от стены. Получается, что стол острова будет шириной метр. По длине же метр шестьдесят. Но учитывая то, что в остров будет встроена плита, решил удлинить его до двух метров. Так он смотрится лучше и интереснее. Теперь я точно знаю, куда мне выводить кабель для варочной панели и розеток острова. Решил, что для наглядности дальнейшей раскладки теплого пола нужно все размеры перенести на покрытие. Так будет намного удобнее в дальнейшем. Будет островная вентиляция. Ну, я еще запас сделал, проводов вы видите. Она прям над готовкой находится. Вот так это будет выглядеть. А здесь, возможно, встанет основной стол. Возможно. Но мы еще посмотрим. Мы сделаем остров. Ну, скорее всего, основной стол тоже нужен. Конечно же нужен. Теперь осталось протянуть отопление, трубовозоснабжение. Все это закрыть гидроизоляцией. В ближайших сериях мы сделаем это и начнем вязать теплые полы. Единственное, что я боюсь, что для теплых полов, по-моему, необходима плюсовая температура. Нагнать ее в доме сейчас не получится. Я думаю, что мы найдем чем заняться. Решил, что выявить огрехи проделанной работы удобнее всего во время уборки рабочего места. Пока пылесосил, выявил несколько мест, где экструзия играла. Загоняю во все эти места дюбеля. Новый пол стал един с монолитной плитой. Представляете, у нас сейчас идет движение по отоплению то, к чему я шел все эти года. Наверное, чтобы вот это пространство вариантов заполнить тем, что я все-таки хочу въехать. Я уже встречая друзей, знакомых в поселке, говорю, что все, в следующем году я въезжаю. Когда ты горишь какой-то темой, когда ты постоянно ее транслируешь, я думаю, что где-то на каком-то уровне это отмечается. Собрав все силы, я хочу стартануть на последний такой рывок и заехать уже в этот дом. Ну, действительно. Эта комната очень даже смотрится, знаете, так непривычно, потому что сегодня вынес отсюда все, а на год была у нас кухней, и сегодня я отсюда все выбросил. Все диваны, все столы, печку, плиту. Вот, все. Теперь это будет уже гостевая. Я надеюсь, что заезжать мы сюда будем уже теперь как в гостевую комнату, а кухню делать по-нормальному, по-человечески. Здесь. Надеюсь на это. А, надо в коридоре отметить, что у нас будет шкаф-купе вон там, а что-то теплые полы там тоже не нужны. Я закрыл шахту экструзией для того, чтобы вырезать конкретно под трубы, конкретно под лифт, а потом уже залить это все в единый бетоном. Так будет правильнее, я считаю. Здесь будет у нас унитаз. Тут все сделано уже под умывальник. Ну и вот этот уголок, это техническая зона. В общем, здесь душевой кабины не предусматривается. Душевая кабина у нас предполагается в бане. А баню я, как уже говорил, хочу сделать все-таки тоже отапливаемую. То есть она будет постоянно теплая. В ней будут теплые полы, радиаторов не будет. Там будет душ. Это будет тоже как одна из комнат нашего дома. Зону бассейна мы, конечно, отапливать не будем. Это очень дорого и накладно. А вот баню, она небольшая, мы ее будем отапливать. Очень не хочу эти вечные проблемы с водой, что ее надо сливать. Когда моешься этими набегами, она постоянно нагревается, охлаждается. И это все влияет на нее очень пагубно. Если будут теплые полы, она будет подогреваться, сушиться. И проблем с ней будет меньше. Я очень люблю баню. Да и фамилия у меня Жарков. Очень люблю, когда жарко. Баню могу топить хоть каждый день, мне это нравится. Следующий выпуск мы будем с вами уже делать подвал. Или вверх, санузел, либо подвал. Что бы вы хотели увидеть вперед. Уже год назад приобрел сетку для вязки теплого пола. Пленки будут, скорее всего, сверху застилаться. Сейчас я заложу сюда радиаторную сеть, а потом мы будем вязать уже теплые полы. Поэтому я думаю, что как раз пока мы делаем все этажи, у нас есть время. Тихонечко к этому подойдем. Потихонечку немножко затянул. Друзья, все, до связи. Увидимся на следующей неделе. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok